Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вам, с чем вам пришлось столкнуться. Значит, два с половиной года бряки пищевые, ему 39, мне 33. Угу. Двое детей мужа, 5,8 лет, и мой 7, ему 16 лет. Первая жена уехала на заработки два года назад, от детей не отказываются. Так, ну, смотрите, значит, во-первых, здесь мы имеем дело с женой, которая уезжает на заработки. То есть, получается, что она вынуждена это делать для того, чтобы прихормить семью, допустим. И мужчина не только ее, получается, не оценив, не оценив ее поведение, да, не оценив ее поступок, но он еще и, значит, сразу произошел срыв с его стороны. Измен с любовницей из прошлого. А срыв произошел? Из-за чего? Вы говорите, что произошел срыв? Значит, чтобы человеку сорваться, нужно, чтобы было с чего срываться? А вы их как-то не очень подробно описали то, почему мужчина должен был бы по вашему, например, мнению срываться. Ну, или по его мнению срываться. То есть, вообще, очень сильно похоже на то, что мужчина, вот, первый жену, ага, и не любил никогда особо. Раз он сразу ей изменил с любовницей из прошлого. Ну и вам разве такое поведение ни о чем не говорит? Или вы рассчитывали, что он с вами будет как-то по-другому себя вести? Если да, то почему вы так уверены в этом были, например? То есть, на мой взгляд, это вот первый такой важный момент, потому что, ну, если вы, если вы говорите о его прошлом, о прошлом мужчине, то, соответственно, нужно понять, как вы к этому относитесь. То есть, вы сами себя спросите, вот, как я отношусь к тому, что мой муж, значит, с первой женой своей развелся, расстался только потому, что она уехала на заработки, и он тут же начал ее из меня. То есть, вопрос, можно ли доверять такому человеку вообще? Понимаете, да, какой момент здесь важный, на мой взгляд? Соответственно, далее, дети, очень важно, значит, как складываются отношения с детьми у вас с его детьми, у вашего ребенка с его детьми, у вашего ребенка с его детьми, с ней, с ним, у него детей с вами, то есть вот это все нужно вам как следующее, тоже взвесить. То есть, если отношения между детьми хорошие, ну, в общем, в общем и целом, хорошие, если ваш ребенок, например, хорошо относится к детям вашего мужа, Если вы хорошо относитесь к его детям, а если ваш муж хорошо относится к вашему ребенку, то это одно. Если там где-то есть какие-то трения, это другое немного. Но в любом случае это тоже необходимо проанализировать и взвесить. Потому что вы не говорите, что вы терпите это ради детей. Другое дело, что терпеть не нужно. То есть когда вы терпите ради детей, когда вы говорите, что это ради детей, это сразу уход от ответственности. Потому что вы серьезно считаете, что дети, что ребенок достоин того, чтобы на него вы накладывали такой вот груз ответственности. То есть из-за него, из-за него, получается из-за него вы несчастливы. Разве это правильно по отношению к ребенку? Значит, дальше, 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 теперь, теперь дальше идем. Значит, муж постоянно оспаривает в быту. Он, я так понимаю, вас, да, то есть постоянно говорит, что вы сделали что-то не так. То есть, иными словами, он постоянно пытается самоутвердиться, да, за ваш счет. Иными словами, он постоянно пытается как-то вот показать, что он все знает, что он все умеет, что он вообще крутой, а вы, значит, как бы, ну, вы, соответственно, никто. Ну, далее вы, в общем, довольно много рассказываете об этом, да, о том, что он оспаривает вас, и о том, как он это делает. А я бы хотел вам вот что сказать. Мужчина, который спорит со своей женщиной и смотрится за ее счет. Это мужчина, как правило, который в социуме, ну, скажем так, мало что из себя представляет. То есть, вот, если так подумать, а если так подумать, подумать, да, если так подумать, зачем мужчине, зачем ему, ну, постоянно с вами спорит. Для чего? У него же есть потребность какая-то к этому, получается, правильно? Ну, вот. Ну, и, соответственно, вот именно о природе потребности этой, я и предлагаю вам подумать-подумать. То есть, что это за природа потребностей? Какая? То есть, если у него там есть проблемы какие-то в социуме, например, если у него что-то не получается в социуме, если он не реализовывается никак, а он явно не реализовывается, потому что, ну, по-другому он бы просто не вел бы себя с вами так, как он ведет себя сейчас. Если у него есть какие-то проблемы с социуме, то, соответственно, возникает вопрос тогда. А вообще, что вы делаете тогда с этим мужчиной? Если вы с ним все-таки, если вы все-таки, как бы, ну, соглашаетесь с ним на отношения, то либо вы принимаете его, как вам сказал мой коллега Игорь, таким, как он едет, потому что он был таким изначально, если я правильно вас понял, либо нет. Но он не поменяется. Он не поменяется. Он как им будет, он так ими остается. Важно понять, что дело не в вас, а в нем. Что он ведет себя так, потому что у него есть проблемы в социуме. У него есть проблемы в социуме. Он в социуме не реализован. Из-за этого он так себя ведет. И, в принципе, все. И вот это, это вам и нужно понять, как следует на самом деле. И перестать воспринимать его поведение на свой счет. Перестать воспринимать его поведение так, как бы это относится именно к вам. Это не относится к вам. Это относится именно к тому, какие переживания у мужчины. Либо вы поступаете мудро и стараетесь как-то ему, например, помочь. В том, что он, ну, в том, как он себя ведет, например. Либо вы стараетесь как-то облегчить его противоречия душевные, потому что они у него есть. Ибо, ибо еще раз, человек от хорошей жизни вот так поступать не будет. Это нужно понять. Вот. Не будет человек от хорошей жизни вести себя с вами, ну вот, таким образом. Либо вы просто говорите себе, как бы, что, ну, вот мне человек, этот не подходит, просто не подходит. И я уходил от него. Почему я уходил от него? А, потому что, как бы, у меня есть на это право. У меня есть право от него уйти. Ну вот и все. А если что-то не дает, если вы по какой-то причине не хотите, не можете уйти, то у меня вопрос другой. Более важный. Это вопрос созависимости. Вопрос зависимости именно от него. Так, это замечание не верны, не верны в основном. Вот в тот же момент. А почему вы считаете, что его замечания не верны? Откуда у вас такая информация, что неверны его замечания? То есть, почему вы так решили? Что оно неверно, это замечательно. Ну, человек, он, в принципе, высказывает свое мнение. Да? Вот. Хорошее оно это мнение, плохое оно это мнение. Ну, по большому счету, не важно. Он его высказывает. И то, что вы его считаете неверным, это говорит скорее о том, что у вас к нему в некоторой степени предвзятое отношение. Понимаете, да? О чем идет речь? Вот. Но у вас предвзятое отношение к нему из-за того, что он вас задевает, из-за того, что обижает, оскорбляет, унижает и так далее. И вы, как бы, не понимаете, почему он так себя ведет. И вас это задевает. Значит, с одной стороны, нужно понять, почему он так себя ведет, и увидеть, что его активность нацелена не на вас. Это первое. И второе. Это то, как раз, что, если вас задевает что-то, значит, эта проблема, опять же, не его, а ваш. Вот, например, он вам говорит, да, что ты там потолстел. При этом вы знаете, что весит 45 килограмм. То есть, ну, вес более чем адекватный. Если вы знаете это, и все равно испытываете, значит, переживание, значит, получается, что вы в себе не уверены. Ну, получается, вот так. Если вы в себе не уверены, то у этого есть причины. То есть, у вас могут быть и должны быть причины для того, чтобы не быть уверены в себе. Вот и все. И если вы не уверены в себе, то проблема эта скорее важна, а не проблема мужчины как такового. Он просто подчеркивает то, что вы о себе думали всегда, возможно, но не признавались. И, соответственно, если вы этого избегали, то возникает вопрос, а почему вы избегаете этих моментов по отношению к себе? Почему вы избегаете этих аспектов? То есть, не принимаете себя такой вот, какая вы есть. Понимаете? И это важно. Это важно. Почему так происходит? Вот вы говорите, что, значит, пора искать худенькую, шутит обидно. Обидно вам. Не обидно ему. Обидно вам. Он пытается ему трудиться, что вы принимаете его игру, его игру. Проблема, бог учет, я не могу помочь ему. А должны помогать? Он не может выплатить налоги. А должны, вы должны помогать ему с этим? Я не понимаю. Мои деньги иногда берут на работу, и вы позволяете. Когда прожат, что у него попрекают, ну и что? Попрекает, и что? Это его проблема. Почему вы обращает мне это внимание? Либо вы договариваете, ну как бы для себя решаете, какой должен быть у вас брак, какие-то у вас отношения. Либо нет. Либо, ну вот так, отказывается от него. Не могу учиться с ним, но живут дети, и он пока подлизывается после нервомотства. А зачем живете? Ради чего живете? Да, он тиран, да, он тиран, это правильно, да, он пытается саму трениться, завалить его. Это действительно, да. Уфу. Но момент-то в другом, на самом деле. Зачем вы с ним? Зачем вы с ним вместе? Зачем он вам? Вы говорите, что вот я боюсь перемен. Я боюсь перемен, бывает 33 год. А вы считаете, что 33 года, это прям очень такой, очень такой, большой срок, что в нем, ну, в этом возрасте уже нельзя перемен. А если боитесь, то почему боитесь? то чем именно страх? Понимаете ли вы, что собыватель ребенок, он и достаточно взрослый. И у него скоро уже своя жизнь будет. Полностью. Без вас совсем. А вам нужно как-то вот самой свою жизнь устраивать. И, на мой взгляд, это куда более, более важно, чем то, что вы здесь говорите. Среди чего вы с этим человеком? Ну, подлизываются они. Окей, хорошо, подлизываются. Ну и а почему вы позволяете подлизывать? Вы как бы позволяете людям использовать вас как бы знаете, в чем момент, да? То есть, зачем вы так себя ведете? Что заставляет вас так себя вести? Вот это я полагаю и является сладный момент. Далее, значит, так, обижается, отзывается, что-то человек рядом со мной не понимал. Ну, я вам рассказал. Любил я безумно, то сейчас сидеть рядом не могу бежать. Но он раздражает вас, понятно, потому что вы от него не видите ничего позитивного. позитивного. Если вы любили его безумно, то, скорее всего, это была страсть, и, скорее всего, вы подпишили, вы подпишили с ним, ну, быть с ним в отношениях, подпишили вступать с ним в отношениях, как это видят с мне, конечно. И сейчас, сейчас вы просто-напросто позинаете плоды того, что стыщили. Но винить себя за это, на самом деле, не нужно. Вам нужно просто понять, чего вы хотите и чего вы боитесь. Если вы боитесь перемен, то это тревожность. Тревожность. То есть, вы не чувствуете себя достаточно уверенной для того, чтобы самостоятельно в жизни получать то, чего вы хотите. А если вы в себе не уверены, то это опять же ваша проблема именно. Понимаете, это не проблема мужчины. И если это ваша проблема, то соответственно, нужно с этим что-то делать. Объективно нужно это как добежать. Вам нужно становиться увереннее, вам нужно работать на самооценке, потому что она у вас не еплинтеса сейчас. И это понятно, что она у вас не еплинтеса, потому что вы позволяете мужчине себя унижать. То есть, как бы, не очень понятны ваши мотивы. зачем вы с этим человеком для чего вы с ним. Кто вам медведь сбербеть от него вот это все. Понимаете, понимаете. Вот, оброзить пиран, можете обоевать перемен без пригодия детей жалко. Так а дети же не ваши бывшие леди. Дети же не ваши. Но жалкие детей не отнимают ничего. Вам не может быть жалко всех. У вас есть вы и ребенок ваш. Но то, чем ребенка, который видит, как вас ненужают, действительно должно быть жалко. А его детей нет. У него есть мама. У них точнее есть мама. Есть папа. Они им позаботят. То, что вы как бы берете на себя ответственность за них, за детей чужих, ну не ваших. это серьезно. Это серьезно. И как не думается, что вы пытаетесь брать ответственность на себя за то, что не является вашей ответственностью. Ну изначально. именно для того, чтобы избежать проблем самой. Ну а в действительности ситуация она такова, что вам свою жизнь нужно обустраивать. Понимаете? свою. Не жизнь этих людей, а свою. И это зависит только от вас. Вот. Ну а если вы чего-то боитесь, как я вам сказал, то это в принципе вполне речаимо. Вот. Значит, что дальше? А вы значит говорите, как правильно поступить? Поступить нужно так, не уходя от мужчины, работать над своей независимостью. не уходя от мужчины, нужно подумать, почему вы вот так себя ведете и что заставляет вас так себя вести с ним. Вот. И на фоне на фоне с ним, на фоне жизни с ним, вам нужно будет научиться быть независимым, ну по крайней мере взрастить себе этот ресурс. Вот. И поработать со своими страхами. И когда более-менее это произойдет, вы уже сможете тогда увидеть будущее в фоне. То есть либо вы останетесь с ним, как сказал мой коллега, ну либо вы просто будете не на что все-таки с ним, да, но при этом вы будете заниматься своими делами и вы будете как-то вот реализовывать свои интересы. Либо вы примите решение от него уйти. В любом случае вам нужно быть счастливой самой ребенку вашему тоже нужно быть счастливым, а он не может это сделать если у него мама не будет счастлива. Вот. А вам нужно разобраться как следует с мотивами. То есть у вас как-то вот есть некий такой знаете дисбаланс в том чего вы хотите например почему вы этого хотите и как вы этого добиваетесь вот со всеми этими вопросами и нужно разбираться. На этом все. Надеюсь что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи.